В этом году в России, да и во многих других странах, вспоминают события столетней давности, навсегда изменившие мир. Правда, до сих пор отношения политиков, историков и социологов к ним разные. Часть ученых склонны считать, что период с февраля 1917 и до начала 20-х годов в России – Великой Русской Революции. Другие уверены – Февральская Революция и Октябрьская Революция в России – два разных самостоятельных события. Наш старый знакомый, архивист Федор Козлов, придерживается несколько иного подхода. Мне удобнее все-таки рассматривать 1917-18 год вместе, а все остальное – это как последствия вот этого революционного преобразования. Потому что гражданская война – это все-таки уже отдельный период, который все-таки… Он не имеет прямого революционного увязки. Он больше относится как последствия, а не как один из этапов. Поэтому, в принципе, 1917-18 год мы рассматриваем как общее революционное событие, и даже сам по себе 1917 год. Почему говорю про 1918? Потому что если в Москве и в Питере все завершилось уже в 1917 году, и Совнарком пришел к власти, то в регионах, особенно в Чувашии, 1918 год – это еще период как раз становления советской власти. Практически до мая 1918 года у нас здесь советская власть существовала лишь на бумажке, и Советы – это были прежде всего эсеровские, а не большевистские. Это уже вторая половина 1918 года, когда происходит большевизация советов, и мы получаем, наконец, советскую власть в том понимании, в котором в нее потом вкладывали значения в течение практически 70 лет. Когда это сплошь ВКПБ, ВКПБ, ВКПБ. У нас ситуация такая, что человек мог начать как эсер, потом переходит к большевикам, потом опять может вернуться. Причем эсер там были разных мастей. Поэтому я бы, может быть, просто назвал несколько человек, которые известны всем, но которые в разное время придерживаются разных взглядов. Вот, например, в Чебоксарах все знают улицу Грассиса в юго-западном районе. Но практически мало кто знает, почему эта улица так называется. Это одна из самых больших наших проблем, что именные улицы у нас практически никогда не связываются с конкретной биографической персоналией. Между тем, Грассис – это первый председатель Чебоксарского совета. И начинал он именно как эсер. Но потом, пообщавшись с большевиками, он встал на их партийную линию. При этом, и вот именно как большевик, он уже и пострадал. Был сброшен в тюрьму, и как бы была одна из жертв политических репрессий, первая. Другой пример, который можно назвать, это Даниил Эльмень. Он тоже начинал не как большевик. Он лишь потом оказался в рядах в РКПБ. Но зато с ним связан другой пример. Даниил Эльмень – это один из тех людей, на примере которого можно показать конфликт с будущими священниками. Сегодня мы попытаемся рассмотреть революционные события принципиально с иного ракурса, через государственные церковные отношения. Почему? Да потому, что общественно-политические изменения того периода описаны во всех учебниках, не говоря уже о монографиях и исследованиях. А о том, что думала русская православная церковь обо всем этом, мы знаем плохо. А ведь церковь была в то время государственным институтом, причем весьма влиятельным. Если февральскую революцию духовенство приняло, ее приветствовало и даже поддерживало всемирно, то абсолютно полярная картина к октябрьским событиям, когда духовенство стало в непримиримой такой, даже не оппозиции, а конфликтующей стороне в отношениях с большевиками. Вот февральская революция частью исследователей даже называется религиозной революцией, потому что она привела к тому, что назревавшие преобразования в духовном таком устройстве, они были совершены. Потому что, если брать некоторую предысторию, уже в начале 20 века, среди духовенства самого, в том числе и тех, кто в принципе руководил на уровне священного синода и епископата, они были сторонниками некоторых преобразований, в частности от того, чтобы государство перестало полностью контролировать церковь. И церковь стала не полностью самостоятельной, но получила частичную автомизацию в рамках государственного аппарата. Выражалось бы это в том, что церковь перестает патронироваться вот этим вот священным синодом и оберпрокурором, а становится таким полусамостоятельным институтом, но государство их продолжает финансировать. То есть батюшки не хотели вот от этой части отказываться, от государственного финансирования, но быть более самостоятельными в части государственного подчинения, выражения собственного мнения. Потому что уже в конце 19 века, начале 20 века батюшка становится чем-то вроде такого жандармского помощника, надсмотрщика, даже типа надзирателя. Только тот выполняет эту гражданскую функцию, а батюшки приходские выполняют эту функцию такую духовную, надзирание за умами людей. И вот от такого вот, и соответственно это приводило к конфликту. Ведь крестьянин уже становится достаточно самостоятельной личностью, община перестает как бы быть таким самым цементирующим институтом, и крестьянину вот эта еще одна нагрузка сверху, когда на него прям как крепостное право давится, да, она становится обузой. И он более самостоятельным. Это уже не говоря о том, что в городе произошла практически полная секуляризация общественных настроений. Горожане уже боятся больше банкротства, а не какого-то там наказания божия, страшного суда, мук ада или еще чего-то. Они больше озабочены тем, что завтра прокормить семью надо, то есть чем-то надо зарабатывать. Процедура банкротства, это значит, ты выпадаешь из общей привычной тебе уже колеи и становишься изгоем. Вот это становится более важным таким ресурсом влияния на них, на сознание человека, чем какое-то все-таки существующее, еще в умах держащееся, но аморфное наказание страха божия, там еще чего-то. Это сказывается еще и в том, что в городах резко падает процент тех, кто ходит на исповедь, кто просит о молении, молится о прощении грехов и так далее. Что примечательно, после февральской революции в России духовенство получило право занимать выборные должности. Священнослужители, как наиболее грамотные и авторитетные люди, заседали в местных советах, пропагандировали новые идеи. Более того, именно на них возложили очень важную политическую миссию – приведение к присяге на верность Временному правительству. Каждый такой присяжной лист, где стоят подписи и учителей, и служителей различных учреждений, и крестьян, и сельских прочих, он подписывается – к присяге приводил священник такой-то. Без подписи этого священника, как бы присяжные листы, они недействительны. Вот, потому что священники были, своего рода, уполномоченными на то, чтобы осуществить вот этот акт государственной присяги на низовом уровне. При этом сами священники вот такого акта не подписывают. Теоретически подразумевается, что один раз подписав акт о приеме себя в духовное звание, они как бы уже присягнули на верность государству. Поэтому священник в данном случае, лицо достаточно, опять же, с точки зрения, вот если мы иерархически это берем, повыше, чем некоторые другие. Впрочем, отношение к духовенству со стороны паства тоже изменилось. Февральская революция обнажила целый ряд конфликтов, и не в последнюю очередь, внутрицерковных. В мае 1917 года, это еще период Временного правительства, Даниил Ильменьев вместе со своим товарищем в церкви села Шуматва попросили после службы остаться прихожан. И устроили импровизированный митинг. Причем батюшка, как бы, да, стал опосредованным его участником, потому что его и обсуждали. Вот первый вопрос, это перевод богослужения на чувашский язык. Второй вопрос, это вот отстранение священника Лаврентьева от исполнения им обязанностей местного батюшки. Против батюшки выступает другой батюшка, отец меценатов. Вот этот конкретный случай иллюстрирует отчасти взаимоотношения в церковной среде, так называемая борьба за власть, борьба за приходы. Потому что ведь был принцип наследования, когда у предыдущего батюшки много детишек, и он приход свой может по наследству оставить, а вот появляется второй священник, ему-то тоже надо служить. В дело вмешался уездный комиссар Временного правительственного уезда, спустив предписание, что никакие общественные комитеты, а Даниил Эльменьков выступал от имени общественного комитета, не должны вмешиваться в внутрицерковные дрязги, если они есть. Вот эти вот противостояния внутрицерковные должно остаться там. Никакого со стороны государственных органов вмешательства. Однако общественный комитет как-то проигнорировал решение высшестоящей инстанции, и буквально через какое-то время, ну, Лаврентьев на тот момент остался, потому что вмешались высшестоящие органы госуправления. Ну, через какое-то время, буквально полтора месяца, собирается опять приходской совет, который принимает решение, что не просто отца Лаврентьева отстранить от работы в церкви, но и отобрать у него уже квартиру, в которой он проживает. То есть дело пошло дальше, что вот этого настоятеля храма пытаются вообще выжить из села, не просто отрешить от церкви и службы в ней, а выжить из села. Типа куда-то должен отправиться этот человек, но только не у нас. Это, кстати, подтверждается тем, что вот в архиве есть такой хороший источник, как церковные летописи. Он не проходил цензуру. Батюшка там записывал, в принципе, все, что случалось в конкретное время в данном приходе. Встречались и совсем уж невероятные случаи. Хотя, как невероятные? Это мы, привыкшие к тому, что революционные идеи и религия – вещи несовместимые, в этом не догадывались. А между тем священники тоже оказались людьми, увлекающимися. Такой достаточно неординарный священник Андрей Турхан. Он человек, который до революции был учителем, но немножко с таким революционным укладом. И его за это из учителей попросили, мягко скажем так, уйти. Куда пойти человеку, когда не остается ничего, грамотный, и назначен учителем в другой симбирский уезд. А там Иван Яковлев ему рекомендует присмотреться к местному священнику и его дочери. А местная священник и дочка, в принципе, ему и говорят, ну, надо стать священником, надо, надо. И в итоге вот человек принимает однажды решение, потому что снова из школы вынужден уйти. По причине уже того, что болеет. У него из-за вот этих вот всех конфликтов и жандармского наблюдения за ним немножко как бы на нервной почве случился срыв лечения, а потом ни одна школа не берет человека с таким диагнозом. Куда пойти? Он пошел в батюшки и спокойно работает батюшка, но при этом он делает замечательный поступок. Ну, это с его слов. Он хотел через идеи христианского просвещения донести революционные идеи Христа, потому что в его понимании Христос – это первый революционер. Ну, опять же, идея идеи, но вот из-за таких вот проповедей ему пришлось и должность оставить, будет, получается, в 16-м году, обратно возвращаться к церковной службе. Но при этом ему способствует в этом назначении такой известный человек, как лепископ Андрей Ухтомский. Тот человек, о котором нельзя не сказать, потому что он один из тех, кто вот в период Временного правительства, начиная и дальше, проповедовал идею церковного большевизма. То есть идею того, что то, что большевики реализуют как бы на гражданском, светском уровне, теоретически можно с определенными допусками реализовать и в церкви. Это то, что, в принципе, поместный собор Русской Православной Церкви с 17-го, 18-го годов категорически отверг. И Андрей Ухтомский, это ведь все-таки епископ, это не последний человек в иерархии, он был сторонником этого церковного большевизма. То есть он был за церковь с таким социалистическим лицом. Ну, если возвращаться к Андрею Турхану, он поступает как сторонник вот именно преобразований в духе социалистических, так и большевистских преобразований. Даже доходило до того, но, опять же, это со слов его автобиографии, что он готов, он был даже в качестве одного из бойцов отряда, который был отправлен на подавление одного из кулацких восстаний, антисоветских. Правда, пока они доехали, говорит, восстание уже подавили без нас. Но факт остается фактом. Человек все-таки готов был принимать активное участие в боевых действиях на стороне вот этих. Хотя, с другой стороны, да, известен его конфликт, опять же, исходя из его воспоминаний, потому что в основном здесь приходится оперировать только воспоминаниями, документов практически нет, конфликты его с белыми властями. Когда он, с точки зрения командира белогвардейского полка, который был раскурирован вот в селе, где проживал Андрей Турхан, четко говорил, вы священник-большевик. Ну, тот возражает, священников-большевиков не бывает. Как не бывает? Вот передо мной, говорит, стоит священник-большевик, вы. И в итоге дошло до того, что все-таки белые предложили Андрею Турхану, поскольку расстрелять нельзя, чтобы не вызвать негатива, покинуть просто село. После Октябрьской революции отношения церкви и новые власти не сложились. Патриарх Тихон даже предал большевиков анафями, что неудивительно, ведь церковь была отделена от государства и лишилась всей своей собственности, а священнослужители подвергались гонениям. Однако не все, даже далеко не все. Ведь многие священники не потом, их, конечно, под принуждением заставляли некоторых работать, но кто-то добровольно работал в органах исполнительной власти советских, в тех же самых райисполкомах, в волисполкомах работали священники. Он одновременно действующий священник и делопроизводитель. Конечно, можно это объяснить тем, что делопроизводителей, хороших, качественных делопроизводителей советской власти не хватало. Но, с другой стороны, ведь священник мог от этого отказаться, ведь его теоретически каторги не было, каторжного труда здесь. А Безаловки во многих случаях тоже не было. А Безаловка была вот в современном Ярчикском районе, когда там в ряде волосных советов приняли решение, что да, все грамотные, в том числе и священники, должны исполнять функции делопроизводителей. Тот же самый Чебоксарский уезд, если мы берем, я такого решения никогда не видел. А священник в качестве делопроизводителя работал здесь очень во многих случаях. Даже в Марпасаде были примеры, когда священник, действующий священник, числился сочувствующим РКПБ. И при этом он достаточно, не просто там день-два в нем числился, а был достаточно долго. Это пример не единственный, потому что дошло до того, что казанские власти запросили в уездах списки действующих священников, действующих священников-большевиков и священников, состоящих кандидатами в члены или сочувствующими. Это означает, что, в принципе, пример Марпасады, который я назвал, это не единственный пример. И священник Бузановский в данном случае не исключение. И потом, в конце концов, дошло до того, что на уровне уже РСФСР принято решение, что ни одного священника нельзя допустить не то, что в члены партии или в кандидаты, но даже в списки сочувствующих. Значит, проблема была общероссийская, когда священники занимали вот такую вот ситуацию. Более того, если мы идем в период более поздний, до 20-х годов, то многие из этих священников являются в числе тех, кто пишет заявление об отказе от сана и вполне спокойно работает на государственных должностях. Тот же самый Михаил Петров Тенехпи, известный человек, который много сделал для развития музейного дела в Чувашии. Ведь он священник, изначально в Космодианском уезде, потом после окончания работает и учителем, и отказывается от сана, чтобы продолжить вот свою образовательную и музейную работу. Тот же самый пример, когда мы говорим о Исаии Максимове. Это один из первых наших чувашских профессиональных ученых по математическим наукам. Он отказался от сана для того, чтобы иметь возможность работать дальше по ученой стезе. Не будь у него вот этого вот возможности, он бы, может быть, остался священником. Но зато он никогда не стал бы известным человеком, которого тут публиковали даже на уровне Парижа и США. Работы, которые выходят в академиях наук этих стран. Вот такие интересные преобразования происходили в России ровно сто лет назад. Согласитесь, такие подробности прежде были известны только ученым-историкам. Теперь, благодаря архивам и их сотрудникам, об этом знаем и мы. К началу Великой Отечественной войны в Чебоксарах были закрыты или даже разрушены все храмы. А их в 30-х годах насчитывалось более десяти. Да и не только в Чебоксарах. В радиусе 80 километров от города не действовала ни одна церковь. Между тем, в республике в тот момент под клубы, библиотеки, склады и другие учреждения были приспособлены здания более трехсот храмов. Верующие выходили из положения как могли. Собирались у кого-нибудь на дому, тайно приглашали батюшку, бродячего священника, как называли их чиновники того времени. А в середине войны православные почувствовали, что отношение к ним и к их святыням изменилось. С чем это было связано? Надо было открыть второй фронт. И для союзников наших гонение на церковь это был такой фактор того, что тормозило этот процесс. Тем более, эмигрантские круги там за рубежом были. И к тому же еще немцы на оккупированных территориях активно открывали приходы. Вот чтобы как-то сгладить этот процесс, Таллин пошел на нормализацию отношений. Ну и, в общем-то, проблемы уже были решены с церковью. Она больше не представляла опасности в качестве идеологической силы или какой-то организующей силы на какие-то выступления антисоветские. В 43-м году пригласил Сталин будущего патриарха Сергия, митрополита Сергия и членов Синода, там, митрополита Николая, еще кого-то. И поставил вопрос о проведении поместного собора и выборах нового патриарха. И после этого был создан Совет по делам Русской Православной Церкви, который как раз возглавил его Карпов, кадровый сотрудник госбезопасности. И были созданы отделения этого совета на местах. У нас, в том числе в Чувашии, был такой первый уполномоченный по делам Русской Православной Церкви Шумилов. Вот он активно занялся как раз вопросами открытия церквей. Вот тогда-то верующие и начали отправлять во все инстанции ходатайство об открытии храма в Чебоксарах. Во всех письмах содержалась одна просьба дать людям возможность помолиться о победе Советской Армии и о здравии родных и близких, находящихся на фронтах Великой Отечественной. Я знаю, что обратились к властям. Калинин подписал, была подпись Калинина самого, на открытие данного в Чувашии, в Чебоксарах храма. И когда в общине церковной обратилась к властям, власти сказали, вот храмы стоят, какие выбирайте, какой вам нужен. И стали смотреть. Обратились, значит, вначале вот Архангела Михаила посмотрели, Успенская церковь была, тоже посмотрели, они тоже стояли. Но там не было иконостасов. А когда пришли в этот храм, здесь, я говорю, находилось хранилище, книжное хранилище, а вообще здесь до этого еще был театр в алтаре. Здесь занимались театральным искусством в 30-е годы. Театр здесь был. Здесь они репетировали, здесь проходили, я это уже тоже знаю, от людей передавали. И когда пришли сюда, увидели полный иконостас, его не сожгли, не сняли иконы. Вот что было, что для местных властей было интересно, что они не разрушили. Тогда все разрушали. В Архангеле Михаила тоже был иконостас, но его все полностью сняли, все сожгли. А здесь, я говорю, оставился вот этот иконостас целый, неповрежденный. Поэтому вопрос сразу оставился здесь открыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова